Дорогие, ГТН-новыковцы Жодина так само готовы до нового агросезона. Пшаница, тратикали, рапс, ячмень, овес. Тут зеленеют круглый год. Новыковцы працуют над створением самого буйного Украины, сховеша генетичных ресурсов. Что год, я не выводят новые высокорожайные сорты сбоживых, крупяных культуры, многолетних трав. Лепшие узоры трапляет генетичный банк для гарантии захования биоразностальности и хорошей безопасности. В республиканский центр по землеробстве отправилась и Надяя Сербиненко. Пшаница, тратикали, рапс, ячмень, овес. Тут зеленеют круглый год. У теплицах навыково-практичного центра по землеробстве ураджа избирают три разы на год. Это необходим для поскорения селективной работы, которая тут ведется бесперапынно. Увы, неку одобрать лепший из лепших сорт можно у двоих учей. Это дает колоссальную выгоду для страны. Мы работаем здесь с 42 культурами у Жодина. И для того, чтобы ученый мог получить сорт на поле, только в полевых условиях, ему надо 10, 12 и более лет. Экскурсию по фитотроне проводит директор центра Федор Прывалоу. Профессор особисто контролю и створение кожного нового сорта насинья. Колись божьевая культура зарекомендует себе, як высокоураджайная и устойливая до хвороб, я натрапляю у банк генетичных ресурсов. Сорта, которые у нас в Беларуси создаются, это основной генофонд. Он очень важен. Всегда во все времена наши будущие потомки смогут использовать коллекционный генофонд для развития науки. Для того, чтобы двигать ее вперед. Коллекция насинья у Жодине – самая разностайная и богатая Украине. Тут заховывается больше за 26 тысяч коллекционных сортов. Законсервованные насинья тут заховывают до 40 годов. У неизменном выгляде и без страты якостей. Здесь камера долгосрочного хранения. Коллекционные образцы уже упакованные, закладываются в камеру и хранятся при температуре минус 18 градусов. Перед тем, как трапить у банк, все новые сорты сбожевых культур проходят свой особливый краш-тест. У этой лаборатории проверяют якость кожного сорта зерня. С этой пшаницы загадя смололи муку. И уже тесто, якое зяе отрымается, проверять на растяжимость, прухкость и хлебопекарную моц. За опошние 10 годов селекционеры навыково-практичного центра в Жодине створили больше за 170 новых сортов и гибридов сбожжевых, зернебобовых, крупяных, олейных и кормовых культур. Многие из них уже этой весной будут выкорастовывать аграры и подчас посеву яровых культур. Надея Сербиненко и Денис Гатила. Агентство Телена Вин.